Герой – это человек, который в трудную, тяжелую, ответственную даже не минуту, а секунду, мгновение принимает такое решение, в результате которого есть спасенная жизнь. Мемориал памяти Юрия Николаевича Торшина состоялся в Буковском центре содействия семье и детям. В декабре 1982 года Юрий Торшин был зачислен в спецгруппу «Альфа». На счету Торшина война в Афганистане, горячие точки на территории бывшего Советского Союза, две войны на Северном Кавказе, сложнейшие операции по уничтожению террористов и освобождению заложников в Норд-Осте и Беслане. Погиб Юрий Николаевич 11 сентября 2016 года в ДТП во время мотопробега на трассе Моздок-Кизляр. Друзья Юрия Торшина говорят, что дядя Юра очень любил детей. Если бы сейчас стоял рядом, то пожелал бы ребятам трудиться, стремиться к знаниям и к спорту. Мы с ним познакомились в Беслане, когда бандиты напали на школу и захватили много людей. Погибло 324 человека, но спасено гораздо больше, спасено такими людьми, как Юрий Николаевич. Вспоминаю его сейчас, особенно в этом возрасте, старайтесь, так сказать, не забывать, что многим в этой жизни, светлым небом, мирной жизнью мы обязаны таким людям, как дядя Юра. Юрий Николаевич Торшин, соответственно, бывший полковник Альфа и ФСБ, соответственно, являлся другом семьи, во-первых. Во-вторых, когда он еще был жив, соответственно, мы совместные мероприятия по военно-воспитанию молодежи проводили. И после трагической его гибели, соответственно, мы решили продолжить данное начинание, которое раньше вместе начинали, и посвятить, например, Дню защиты детей на территории Раменского района, в детском доме. Почему Раменский район? Потому что всегда он приезжал, собственно говоря, в гости в Раменский район. Мы всегда в Раменском районе начинали это действие и решили вот и продолжить. В настоящее время в Быковском центре содействия семье и детям 37 воспитанников. Международный день защиты детей здесь всегда проходит по-особенному. Некоторым ребятам посчастливилось побывать на областном мероприятии, которое проходило на территории Литературного музея-заповедника Абрамцево. А сейчас особенно мальчишки ждут приезда спецназа «Витязь». Очень понравилось ребятам, очень весело. И, конечно, вот сегодня это как бы продолжение праздника у нас. К нам приехали гости. Будет очень интересное мероприятие, посвященное памяти Торшева Юрия Николаевича. Приедут очень много гостей к нам сегодня. Будут выступать ребята с МЧС, Альфа. И, конечно, наши ребята посмотрят их умения, их ловкость. Я думаю, что они дадут возможность и нашим ребятам попробовать свои силы, свои возможности. И очень приятно то, что в нашем детском доме очень много мальчиков. И сегодня именно для них, наверное, большинство будет этот праздник, потому что они увидят сильных, ловких, смелых мужчин. И, может быть, это будет стимулировать и их к дальнейшему занятию спортом, к стремлению получить хорошую профессию, поучаствовать в защите общества. Приедет спецназ «Витязь» Росгвардии. Будет на собственном примере рассказывать про спецоперации, которые они проводили. Рассказывать про важность патриотизма, чтобы воспитанники детского дома, когда будут выпускаться из детского дома, знали, что можно пойти отслужить в армию. И знали, что уже можно прийти в спецбатальоны, где их будут ждать. То есть, по сути, мы открываем дверь детдомовцам для участия уже в защите нашей Родины. В период летних каникул ребятам-воспитанникам Быковского центра тоже скучать не придется. Запланированы две смены отдыха в лагерях. Первая смена нам предоставляет путевки «Социальная защита Московской области». Мы едем отдыхать в один из лагерей Московской области. А на третью смену нам путевки предоставляет наша администрация Раменского района. И мы едем отдыхать в Ивановскую область, лагеря «Здоровительный Алые паруса». Друзья Юрия Торшина говорят, что дядь Юра очень любил детей. А еще он очень любил Раменский район. Мемориал памяти полковника ФСБ Торшина и сотрудничество со спецназом «Витязь» в Быковском доме будет иметь продолжение.